Биохимический холдинг Архим это лидер российского лесохимического рынка. Единственный российский и второй в мире разработчик технологий и производитель безопасных нефтехимических масел-наполнителей для каучуков и резиновых смесей для автомобильных шин. Масло-наполнитель Норман это нормализованное по содержанию полициклических ароматических углеводородов масло-наполнитель для синтетических каучуков, применяемый в качестве пластификатора, синтетических каучуков и мягчителя резиновых смесей. Получается методом селективной очистки экстратов масляных фракций нефти. Настоящий продукт имеет темную окраску, не содержит посторонних и инородных примесей. Масло-наполнитель используется в качестве пластификатора синтетических каучуков и мягчителя резиновых смесей в каучуковой и шинной промышленности. Цех нормализации экстрактов производит масло-наполнитель трех марок. Норман 346, Норман 583, Норман 132. Норман 346 используется в производстве протекторной резины шин легковых автомобилей. Норман 583 используется в производстве протекторной резины шин грузовых автомобилей. Норман 132 применяется для производства шин сельскохозяйственной и специальной техники, а также зимних шин для грузовых автомобилей. Маслонаполнитель «Норман» прошло регистрацию по системе РИЧ и поставляется в страны Европейского Союза. Высокий уровень содержания углерода в ароматических ядрах соединений, составляющих масла, обеспечивает хорошее сцепление шин с мокрым асфальтом. Неоднократно масло «Норман» завоевывало дипломы и медали на различных выставках. В его активе бронзовая медаль 8-й международной выставки шины РТИ Каучуки 2004 года. Золотая медаль 10-й международной выставки шины РТИ Каучуки 2007 года. В 2010 году компания «Архим» стала лауреатом конкурса «Лучшая продукция», представленной на выставке РТИ шины Каучуки за маслопластификатор «Норман-346». В 2011 году масла-наполнители «Норман-346» и «Норман-583» удостоены диплома первой степени на выставке «Химия-2011». Процесс производства масла «Норман» непрерывный, поэтому и график работы в цехе нормализации экстрактов сменный. Круглосуточно на своем рабочем месте находится аппаратчик, который контролирует технологический процесс. Процесс производства масла полностью автоматизирован. Технология производства разделена на блоки. В задачу старшего аппаратчика входит контроль за технологическим процессом, который отражен на общей технологической схеме. Он контролирует технологические параметры и управляет ими с помощью компьютера. В состав смены входит еще три аппаратчика, в обязанность которой входит регулярный отбор проб с блока, за которым они закреплены, для анализа лаборатории на качественные показатели. Кроме того, они осуществляют контроль за работой оборудования. Чтобы контролировать качество продукции в процессе производства и на выходе, центральная заводская лаборатория и независимая лаборатория технического контроля отбирают пробы и проводят анализы всех качественных характеристик на соответствие нормативной документации. Лаборатории оснащены всем необходимым современным оборудованием и на данный момент находятся в одном здании. В связи со строительством и скорым пуском в эксплуатацию четвертой очереди цеха нормализации экстрактов, на предприятии создано 48 рабочих мест со средней заработной платой 20 тысяч рублей. На сегодняшний день объем производства масла пластификатора «Норман» составляет 65 тысяч тонн в год. С учетом запуска в эксплуатацию четвертой очереди планируется выйти на уровень производства масла «Норман» в объеме 110 тысяч тонн в год. В данный момент с вновь принятым персоналом ежедневно проводится обучение технологическому процессу. Обучение проводит технолог цеха нормализации экстрактов Григорьев Олег Борисович. Представляет собой кожухотрубчевый теплообменный аппарат. Его устройство можно посмотреть вот на этом рисунке. Он состоит у нас из парового коллектора, который разделен на две перегородки, на две части. То есть верхняя часть – это подача пара, нижняя – это слив конденсата. Внутри ребойлера проходит пучок труб, так называемый трубный пучок. Сам ребойлер делен перегородкой вертикальной, которая не до самого верха доходит, а делит его примерно посередине. Вновь принятые в цех нормализации экстрактов аппаратчики обязательно проходят обучение. Оно состоит из нескольких этапов. В первую очередь изучается теоретическая часть. Объясняются процессы, происходящие на всех этапах производства маслонаполнителя «Норман». Изучатся общая технологическая схема установки, характеристики и технологические параметры обучения. После изучения теории следует практическая часть обучения. Принятые работники на период стажировки закрепляются за наиболее опытными аппаратчиками, где под их контролем они учатся ведению технологического процесса. И только после прохождения тестационной проверки знаний аппаратчики у нас допускаются к самостоятельной работе. Продолжение следует...